Сегодня разговор пойдет о мастерах, которые, наверное, не столь неизвестны, но, тем не менее, совершенно интересно. И большое спасибо Наде за то, что она предложила эту тему. Ну и вот, собственно, два слова о Надежде Пулунгян. Надежда Пулунгян — искусствовед, сотрудник Института искусствознания научной. И, в общем, насколько я знаю, Надя этой темой занималась напрямую. У нас, например, есть маленькая книжечка, что сразу я покажу в нашей библиотеке. Это книга об одном из художников группы пяти, Телефаронов. Так что если у кого-то будет время и желание, потом полистайте, посмотрите. Мне кажется, это будет интересно. И сразу тоже в качестве такого комментария вначале скажу, что есть очень хороший сайт, посвященный группе пяти. Здесь сидит даже его создатель Александр Анивский. И там масса материалов и изобразительных, и биографических. Если кому-то эта тема, мне кажется, интересна, смотрите, читайте. Мне кажется, этот сайт его заслуживает. Большое спасибо. Прошу прощения, что я отняла много времени. И хорошей вам лекции. Да, спасибо. Ну что же. Да, ну вот действительно тема, связанная с группой пяти, она немножечко, ну, как бы сказать-то, отделяется от общего цикла евреев в авангарде, потому что группа пяти-то была создана в сороковом году. И к авангарду прямо она уже, конечно, никакого отношения не имеет. Но эпоха, которую эта группа открыла, совершенно другими вещами характеризуется. Но тем не менее, конечно, косвенно, все равно ее участники продолжают традицию художественных группировок 20-х годов, 20-х, 30-х. И идеолог группы пяти, создатель, ну, кому принадлежал этот замысел, художник Лев Зевин, он плотно работал с витебскими авангардистами, учился у Шагала, у Малевича, у Ермолаевой. И так или иначе, хотя бы в этом аспекте мы, конечно, можем говорить о преемственности. Но то, что самое интересное в группе пяти, это, конечно, год ее создания. Сороковой год, когда уже художественные объединения формально не были разрешены. И вообще сделать какую-то независимую выставку, да еще и не на официальных началах, было крайне сложно. И я думаю, что это отдельный исследовательский вопрос, как именно им удалось так собраться. Выставка прошла не просто там в частном помещении, а в залах МосХ Московского союза художников, что тоже показывает, что в каком-то смысле такое отпадение от официальной линии считалось возможным и на общем, союзном уровне. На этой выставке не было официальных вещей, не было, так сказать, большой картины, даже эскизы к большой картине. В основном камерные вещи. Это, значит, портреты, натюрморты, интерьерные работы, пейзажи. К сожалению, у меня вот нет с собой маленького каталога, не смогла его найти, но там как бы список работ приведен. И, конечно, это очень выделяется на фоне остальных выставок. И таким образом группа ПТ, она, Воленс-Ноленс, несмотря на то, что, ну, как и писали в рецензиях, ее авторы, создатели ни на что не претендовали и интересовались исключительно поиском живописного качества и каких-то, ну, решения каких-то конкретных локальных задач их занимало, потому что она все-таки стала каким-то, наверное, флагманом нового и крайне значимого направления в искусстве советского периода, которое было связано с уходом от большой, ну, от такой вот монументальной задачи. И, ну, не являясь, строго говоря, неофициальным направлением, все-таки позволяло художникам оставаться в стороне от большой политики, от давления, ну, и от проработок бесконечных, которые происходили внутри сообщества, выбирая такие вот, как бы, с первого взгляда невзрачные темы. И до настоящего времени, вот когда, ну, к этому объединению вообще особенно внимания никогда историки искусств не проявляли, за исключением вот этих, ну, каких-то отдельных статей про участников группы, единственный художник, который удостоился монографии отдельной книги, это Михаил Добросердов, потому что он имел, ну, некоторое, как бы, официальное лицо, руководил мастерской, художественной мастерской для инвалидов войны, такой тоже, вот, как бы, не очень крупный пост, и позволяющий достаточно, ну, как бы, не строго подходить к художественным задачам, но, тем не менее, вот, как бы, присоединяясь к грековцам в каком-то смысле, это его обозначило как человека, который имеет право вот на отдельную книгу. Но, действительно, очень серьезный вклад в изучение группы принадлежит наследнику Льва Аронова, Александру Аневскому, который создал сайт, собственно, фотографии с этого сайта, и, ну, как бы, основные вот работы я сейчас и покажу, потому что, наверное, более серьезного исследования нет, и очень надеюсь, что, в конце концов, этот сайт, он превратится в отдельную книгу. Вот, ну, были вот с тех пор выставки Зевина и Аронова, о которых уже говорили. И мне кажется, эта тенденция, она, ну, приближает нас вот к новой задаче, может быть, к реконструкции вот этих выставок 30-х, 40-х, которые мы бы могли посмотреть сегодняшними глазами и оценить с точки зрения, с точки зрения вот современного музея, например, представление о советском искусстве, которое у нас сейчас есть, могло бы обогатиться. Ну, значит, это было какое-то вступление. Группа пяти имеет значение в том числе в связи с объединением ОСТ, общества станковистов. И в каком-то смысле продолжает, ну, это объединение как бы с его задачами, оно в каком-то смысле продолжает конфликт, который, как известно, возник внутри общества ОСТ между как бы такими вот художниками, которых мы знаем как больших монументалистов, продолжателей, там, не знаю, Ходлера и немецкой какой-то линии, вот, и камерных, и таких вот визионеров, таких как Аксель Рот или Александр Лабас или Тишлер. Ну и, собственно, сам Зевин тоже входил в общество. И если посмотреть, ну, сами вещи, то, конечно, этот контраст очень разительно бросается в глаза. Это в каком-то смысле ощущение, вот, право на освоение какой-то части реальности, которая нас окружает, которое было у этих художников, наверное, разным. и непрямо, но, конечно, с еврейской темой это во многом связано. Связано с ощущением того, что именно может дать новая реальность человеку, который вышел, ну, как бы из низов, из какой-то такой ситуации, ну, лишённой корней, вот, и как он именно может себя найти. И действительно, вот, право на такую большую риторику, оно у этих художников, ну, особо их не интересовало. Они пытались преображать существующую вокруг них реальность как-то, или приближаясь к театру, или углубляя действительно наблюдение за конкретной натурой. Я начну всё-таки с Льва Зевина. Вот, сейчас я покажу какую-нибудь вещь, хоть и не видно ничего. Что ж такое? Да. Это автопортрет. Да. Даже вот по этой работе можно видеть, что художник, он как бы, ну, возвращается к задачи, ну, скажем так, классической задачи портрета. То есть он, всё его внимание, оно сосредоточено вот именно на этом моменте. Лицо, там, вылеплено очень сложным образом, там, его как-то занимает вот именно игра света и тени, такой мерцающий фон, как бы, с одной стороны, погружает нас в музейную традицию, а с другой стороны и оставляет современности. И это, вот именно глубокий интерес к фактуре и постоянные отсылки к классической живописи, они для Зевина очень важны. И он, ну, он такой прирождённый живописец, наверное. Графика его особенно не интересовала, но, тем не менее, вот интересно, в том числе и для истории группы пяти, и для понимания её места в истории искусства, то, что он вошёл в некоторый момент в состав группы 13. 13 — это была группа графиков, тоже одна из последних, одно из последних объединений. которые, вот, было создано перед 32-м годом, тоже близко к группе пяти в каком-то смысле по своим задачам, потому что они рассматривали как точку отсчёта графическую вещь, быстрый рисунок, документальный рисунок, который чётко отделялся от эскиза. И тем самым, ну, вот эта иерархия жанров, что ли, иерархия видов искусства, она ставилась под вопрос, та, которая вот в последующее время будет очень важна для каждого работающего художника, то есть обязательно нужно было разделить свои работы на эскизы к большому полотну, эскизы к тематической картине, и самостоятельно выставлять портреты или пейзажи, конечно, уже казалось невозможным. Но уже в середине 30-х и в начале 30-х у критиков были к этому вопросы, потому что, ну, как бы работа только в пейзаже или только в портрете удаляла художника от социалистического строительства, от как бы действительности политической, которую необходимо было освещать, и это была задача каждого советского художника. И в этом смысле группа 13, конечно, быстро тоже подверглась клеймлению. Это вот пейзаж из Биробиджана, куда он ездил, как и многие ездили, тоже запечатлевает социалистическое строительство. Но, собственно, эта вещь называется «Строящий Сибиробиджан». И если в вашей голове возникают какие-нибудь картины, связанные со стройками, даже вот этой плеядой, как бы еще не официальной, а вот выпускников Хутемаса, то все равно мы видим на них такую конкретную панораму строительства с массой людей, которые там идут, что-то там несут с собой какие-нибудь трубы или фуникулер в небе и так далее. А здесь вот исключительно такой пустынный пейзаж в духе Мариса Утрело. И в каком-то смысле это, конечно, почерк и 13 тоже. Ну и еще, конечно, такой курьез, как цифровое название, потому что Зевин в свое время был организатором так называемой группы трех в начале 20-х годов. Ну и я думаю, что группа пяти – это тоже его была такая идея. Но название, опять же, не манифестационное, так сказать, просто цифровое, подчеркивающее, что художников больше интересуют именно какие-то собственные задачи, чем глобальные изменения в художественной политике. Да, значит, это я так сосредотачиваюсь на Зевине. Зевина действительно многие считают самым крупным художником из пяти, но это спорный вопрос, сложный вопрос. У Зевина было как бы в каком-то смысле больше возможностей, чем у остальных. Вот эта вещь была на выставке 13, как раз Витебская улица. Отношение к Зевину, надо сказать, 13 было довольно неприязненным. Как бы его включение в группу было результатом конфликта между Милошевским и Кузьминым. Милошевский создал группу, а Кузьмин как бы претендовал на второе лидерство и интересовался современным искусством, в отличие от Милошевского, которого занимала только графика. Милошевский нередко в воспоминаниях позволяет антисемитские высказывания по поводу Зевина в том числе и говорит, что как бы вот эта такая манера слишком темная, слишком какая-то зафузованная живопись, вот такая густая, она совершенно не близка 13, и 13 ищет легкости, и Зевин на скорую руку соорудил какой-то быстрый рисунок, чтобы попасть в объединение. Ну, это, конечно, все надо делить на 24, Милошевский человек пристрастный. Но, тем не менее, сама ситуация заслуживает внимания, что, конечно, Зевин очень внимательно следил за новейшими направлениями и очень хотел к ним как-то присоединяться. Он входил в наибольшее количество групп из всех, кто участвовал в ПИТИ. И, конечно, я думаю, для группы он был одним из таких движущих центров. Сохранились воспоминания Филипповского, тоже художника близкого к этой группе молодых графиков и живописцев, в том числе и как-то близких 13. Он тоже работал иллюстратором в издательстве «Академия». И он вспоминает, как Зевин реагировал на работы своих коллег, друзей, как он довольно так жестковато даже замечание делал. Говорил, что не нужно это, а нужно вот то. Задачи живописи такие. Но Зевин был не единственным теоретиком внутри группы ПИТИ. Сейчас покажу еще работы. Зевину, когда он погиб. Зевин, по-моему, второго года рождения. Точно не помню. Не помните? Ну да, он... В конце 90-х, да? Но вот я, к сожалению, сейчас не помню. 903-й, да? Ну вот мне казалось, второй. Значит, но Зевин погиб на войне. Он очень краткую жизнь прожил. Я как-то забыла об этом сказать. Ну и, собственно, в этом тоже, в каком-то смысле, ну... В этом тоже причина его такой вот... Такой заметности, наверное. Потому что он больше всех успел сделать. Вот в тот период, когда это было возможно, он очень многое успел. И он действительно старался как бы создавать вокруг себя среду. Да, лет ему было немного, как и остальным. Но они учились все в разное время. Вот я сейчас это... Ну, собственно, во-первых, Зевин в 17-18 лет, он учился в студии Пэна в Витебске. И Пэн его очень сильно выделял. Он говорил, что вот его ученики, они все, так сказать, создают фотографические вещи. А Зевин настоящий художник. Он очень поощрял в нем поиск именно вот такого живописного качества. Может быть, это сыграло свою роль в дальнейших его... Ну и Ермолаевы, конечно, я думаю, тоже серьезно повлияло на его именно отношение к живописной поверхности, на отношение к свету и так далее. Да, значит, Зевину... Ну, последнее про Зевина, что, значит, ему в 24-25 году он закончил в Хутемас и ему присудили командировку за границей, которую он очень хотел. И, как и многие художники, вот такой, так сказать, французской направленности, как тогда говорили, вот немцы-французы их разделяли. Вот как бы такие графики, такие строгие, которые делали вот вещи типа раннего Дейнеки. Это вот как бы немецкая линия, а значит живописи. А денег не нашлось. Он пытался... Да, я вот как раз начала. Значит, он пытался как-то ходить по инстанциям, но ничего это не принесло, никакого результата. Он был не единственный такой художник. Довольно многие пытались попасть во Францию уже когда... Но, тем не менее, конечно, ему могло повезти, там, как, например, Клименту Редько повезло. Но, к сожалению, этого не случилось, и он погиб. Вот его наследие сохранил его племянник. Да, значит, покажу еще. Ну вот, в работах Зевина, которые не портреты, портретов он оставил очень много, и портреты, конечно, прекрасного качества. Очень хотелось бы увидеть их на какой-то такой большой выставке, вообще, как и работы всех участников пяти. Он делает интерьерные вещи, и эта вещь называется «За кулисами цирка». И обращает на себя внимание, как бы сказать, это театральный эскиз. Про театр, наверное, сейчас не успею сказать, но тоже был такой эпизод в их жизни. Это работа ранняя, она в Третьяковке находится, или в Русском музее, или в Литературном музее. Это вот два писательских портрета, вот это, конечно, наверное, самая известная его работа. Вот, да, обращать на себя внимание, что интерьер, даже интерьер, он, как бы сказать, непорадно так подан. И пейзаж, и интерьер, это как будто такие вот фрагменты, фрагменты реальности. И этот сдвиг точки зрения для группы пяти в каком-то смысле вот, наверное, одна из основных их каких-то вот примет, что ли, этого объединения. Они не пытаются быть новаторами в строгом смысле, но небольшой такой вот сдвиг фокуса, и он делается очень значительным, конечно, когда смотришь все эти работы в последовательном месте. Он очень важен, для московской живописи важен. Вот это тоже вещь с выставки 13. или нет. Это вот, значит, колхозники. Такая вот, наверное, первая и последняя, может быть, попытка его создать какую-то картину, ну, так сказать, на политическую тему. Но, как вы видите, здесь на самом деле он не выходит за рамки группового портрета. То есть те же самые, те же самые, вот, внимательные отношения к лицам, такой сложный фон, сложная вот эта атмосфера, она выводит это высказывание совершенно в другую сторону. И, мне кажется, это очень, очень большое значение имеет для понимания того, чем вообще-то группа была. Вот. Да, значит, художник, которого вслед за Зевиным можно назвать теоретиком, если не этого объединения, то, по крайней мере, ну, тоже вот такого человека вокруг, которого собиралось, безусловно, большое количество всегда единомышленников, это Арон Ржезников. Он родился в Чернигове. Он тоже погиб на войне, как и Зевин, в 43-м году. Ржезников, конечно, был многообещающим талантом, очень необычный. Тут вот, ну, к сожалению, вот то, что я показываю, это я показываю репродукции сайта, которые взяты из каталога, по-моему, 80-х годов, не помню уже, из какой-то брошюры. Вот они черно-белые. Вот это тоже такая заводская, значит, вещь. Тогда художников командировали на заводы периодически. Это вещь 24-го года. Ну, и там, и в середине 20-х, и в середине 30-х такие вот отчетные как бы работы, они были типичными. Ну, вот тоже интересно, что... Да, сейчас... Это его... В Узбекистан командировка. Сейчас покажу, вот, вот, какую-нибудь фигуративную работу. Ну, вот тут видно такое, наверное, особое внимание к фигуре, желание как-то сгармонизировать лист, внимательно отнестись к модели, как бы, субъективируя ее и в то же время, вот, слегка идеализируя ее черты. Как... Ну, в каком-то смысле эта тенденция, она прислоняется вот к линии начала 30-х, поиск такого лица, эпохи. Вот, но тут я опять вспомню Климента Редько и Шевченко, которые, примерно, в ту же сторону двигались, повышая графическое, живописное качество, и вот, очень серьезно изучая французское современное искусство, как и изучал Ржезников, который написал даже несколько искусствоведческих, теоретических текстов об этом. Здесь, конечно, есть переосмысление большой картины, но не... эта картина сама по себе, она как бы остается недоступной, то есть она, возможно, даже и не должна выйти за пределы какого-то замысла и остаться вот в этом камерном состоянии. Здесь есть несколько вещей, которые... ну, пейзажных вещей, где видно, как он старается вот по-разному передать разную натуру, учитывая опыт импрессионистов в том числе. У него, например, есть замечательных несколько работ, которые изображают только воду. Сейчас там в начале она была. Сейчас покажу. Здесь вот и вот эта работа. К сожалению, я не могу увеличить, потому что не знаю, как. Нет, нет, конечно, нет, это черно-белые фотографии. Нет, это живопись красивая. Тоже вот здесь вот такая повышенная точка зрения взята на пейзаж, как очень у многих хутемасовцев или ленинградцев. Но видите, как перед нами все-таки в центре внимания опять вот эта вода. и интересно, вот как бы он продолжил, если бы он остался в живых. Возможно, ему бы удалось как бы создать какое-то какое-то новое новое высказание в монументальной живописи. Так чувствуется, что он мог бы пойти в эту область, сохраняя при этом свой такой вот аполитичный что ли настрой. и именно интерес к пейзажу. Вот, ну вот здесь уже. То есть он никогда не теряет большую форму. Тут же эти узбекские вещи. наверно, общим для этих художников можно назвать еще, ну кроме вот этого интимизма, про который я сказала, еще, конечно, очень серьезное внимание к человеку. Это было, конечно, связано и с какими-то внешними причинами. Ну, во-первых, потому, не было особенных условий, то есть и Зевин, и Аронов, другие участники, они были вынуждены в общем, прежде всего писать своих близких и работали они, конечно, ну как и тогда большинство из вот этих выпускников Хутемаса, у них совершенно были такие жилищные условия Аховы, то есть какая-то просторная мастерская, где можно было там постоянно разную натуру иметь. Это, конечно, было из разряда фантазий все, но упорство и желание работать, изучать, как-то исследовать художественное наследие и перерабатывать его, оно было феноменальным для всех, наверное, для как-то каждый из участников группы так или иначе имел какой-то опыт преподавания, пускай и не состоялись они в качестве таких вот крупных фигур, но в конце концов возможно именно эта группа она и вот этот вот как раз близкий круг от Жезникова в Чернигове это художники которых называли потом ну или они сами себя называли ржезниковцы это тоже такая страница малоизученная но сам по себе интересно потому потому что вот такие небольшие региональные школы они остаются все еще так немного в тени немножко исследован Саратов но постепенно появляется информация о других кружках так мы привыкли что все центрируется вокруг Москвы и Ленинграда на самом деле на самом деле конечно художественная жизнь была сильно сложнее вот и тот факт что уже какой-то из художников имеет возможность получить информацию или сообщить ее остальным конечно а вот это знаменитая тематическая картина Ржезникова первая единственная которая изображает Карла Маркса на ГАГском конгрессе за которую мы дали премию вот да просто я показываю ее потому что ну да ГАГский конгресс это когда произошел раскол между внутри интернационала между марксистами и анархистами марксисты победили но обращаю ваше внимание что даже вот ни в каких не сороковых годах а середине двадцатых по-моему она была написана Ржезников аккуратно берет исторический сюжет они современные как его многие коллеги вот исторический историческая картина и не пытается ну например там не знаю писать события недавней революции и это конечно характеризует его отношение к власти в то же время да вот эта замечательная вещь которая в каком-то смысле предваряет поиски следующие декады сороковых пятидесятых это эскиз картине посвященный Баху сложной смешанной техники графической сделанной который ну вот уже во-первых здесь есть уже такой литературный фокус то есть очень многие художники они уходили в такой ретроспективизм своеобразный это в том числе и касается и мастеров тринадцати вот но не интересно что Ржезников он не не иллюстративен здесь он как бы самостоятельную задачу себе ставит и опирается конечно на современную ему западную графику как-то ее вот пытается здесь продолжить трудно сказать была бы это графическая вещь или живописная в результате все еще портреты вещи Льва Аронова вот эта вещь как раз была на выставке группы пяти насколько можно судить Аронов как раз прожил долго и всегда занимался живописью наверное единственный из участников группы он вот именно попал под эту идеологическую машину в некотором смысле то есть о нем писали разгромные статьи в связи с тем что он отказывался делать официальные вещи ну как отказывался все равно делал какие-то заказы были но старался вот живопись ограничился какими-то такими халтурой вот этой трафареты какие-то там были но никогда не живописные вещи не портреты официальные ничего этого вот и работал довольно закрыто вот учился он в отличие от остальных участников не во в Хутемасе а в Ленинграде вот ну и причем так довольно сильно это на него повлияло с особенным чувством вспоминаю годы учебы превосходные педагоги замечательные товарищи по курсу Эрмитаж Русский музей художественная жизнь Ленинграда 30-х годов огромное впечатление на меня производили дискуссии об искусстве на которых выступали многие художники и искусствоведы Эссон ректор Академии художеств и директор нашего училища он в промышленном техникуме учился то есть это бывшая школа поощрения художеств художники Тырса Петров Воткин Радлов Суков Пуни и многие другие Суков это значит участник круга художников он в чем-то действительно близок чуть-чуть Аронову такой какой-то дивизионизм наверное или может быть Пуантель какая-то у него есть и Аронов иногда к этой манере обращается особенно в поздних вещах семидесятых вот значит довольно интересно что вот у него был такой бэкграунд уже к тому времени когда он попал в группу пяти потому что ну двигаясь так сказать в общей в общем направлении со своими коллегами по группе он все-таки всегда оставался в каком-то смысле в стороне задачи ставил себе с собственно это вот ранняя вещь вот но как мы видим работы все вот они такие же камерные он пишет свою семью ну вот так это отдельно сейчас потом вернусь к этому это поздняя фотография где он в мастерской интерьеры которые так же как и у Зевина как бы лишены какого-то такого ну парадного представления а показанные с маргинальной точки зрения и с очень большой так это потом потом сейчас а нет больше а наверное графика там еще да 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 конечно он оставил очень интересную очень самостоятельную графику это я сейчас говорю тоже про межвоенное время вот кто знает может быть у него могла была быть какая-нибудь отдельная графическая выставка как Ржезникова вот но ну вот все тоже интерьер это вот квартира их собака которая была на живописи вот раньше это эскизок в графике он потом и продолжил работать это замечательные конечно исключительно выразительные портреты жены довольно много значит в графике он потом и продолжил работать занимался долго линогравюрой вот как собственно кстати говоря и Зевин который ну некоторое время вот в конце сороковых годов он ходил в студию Невинского и делал афорты ну то есть возможно если бы группа просуществовала еще несколько лет они бы вполне составили какую-то альтернативу там ну или там не знаю дополнение даже кругу художников потому что ну ясно что это было все-таки что это были мастера которые уже имели свое лицо и конечно сложились в своих требованиях каких-то к искусству хотя и не вписывались в основное такое направление которое мы сейчас считаем основным вот графика конечно у Аронова очень разнообразная сложная ее хочется поставить в ряд современников в том числе и ленинградцев конечно вот но вот интересно интересно его подход к большой картине у него было две идеи две идеи такого большого полотна одно было посвящено Микеланджело а другое Рембранту и сохранилось какое-то количество эскизов но не очень понятно на самом деле была ли задача создать вот это полотно или просто это было такое для себя размышление над тем как может быть устроена большая форма вот в этих в этой новой оптике живописного качества и там погружение в какое-то такое камерное камерное наблюдение за натурой вот но сам выбор этих сюжетов он довольно характерен тоже он ретроспективный как вот я и говорила выше и этот ретроспективизм он как бы с одной стороны обусловлен их интересом к классическому наследию который они конечно очень как-то внутри своего круга обсуждали а с другой стороны и официальным искусством и статьями которые начали уже тогда в большом количестве выходить что классическое наследие оно как бы соответствует новому ну такому новому консервативному консервативному наверное такому клену государственному новой вот этой имперской стилистике и конечно от художников очень требовалось изменить своим поиском 20-х годов которые тогда маркировались как легковесные и перейти к какой-то уже более серьезной работе в фигуративном искусстве и интересно что Аронов он как бы балансирует между этими двумя полюсами то есть он с одной стороны действительно если бы эта работа была выполнена возможно она бы заняла свое довольно серьезное место вот в ряду таких исторических картин там ретроспективных картин но при этом но если сравнить даже ее с тем ретроспективизмом который мы помним из десятых годов мы видим что здесь это вот все эскизы Рембрент за Мольбертом а это слепой натурщик ему позирует тоже и вот еще Давид Микеланджело который он писал в Пушкинском музее сейчас найду это окно ТАСС но тут плохо видно кажется 40-е годы ранний рисунок вот это тоже так это вот эскизы из ГМИ как вы можете видеть Кондотьер так а просто там был пропуск понятно я до конца не показала ну или вот это собственно и есть такой самый законченный вариант толпа рядом с памятником вот как бы это конечно не такой уверенный ретроспективизм как в десятых историческое вот это вот прошлое оно остается все-таки такой какой-то химерой внутренней остается тем чем художник себя возможно утешает он пытается не именно конкретно Аронов а очень многие мастера этого периода вот 30-х 40-х которые обращались к таким темам Рудаков например или Михаил Соколов как бы пытается опереться на классическое наследие чтобы найти для себя какие-то внутренние ориентиры чтобы найти обоснование для поиска профессионализма а не отвлечься от окружающей действительности в этом смысле да выбор вот такой исторической большой картины для художника группы пяти он довольно важная вещь такая да следующий участник это Михаил Добросердов которого я уже упоминала он учился в Хутемасе одним из последних 26-го по 30-й год вот и немножко у других мастеров у Асмёркина да и Стомина и Лобаса вот эти скорее у Фалька и Шевченко вот но вот его ранние вещи они конечно довольно сильно отличаются от того что он стал делать в 40-х но наверное центральной какой-то темой я бы назвала для него натюрморт причем ну понятно что тоже как и многие его современники он пишет просто то что его окружает как-то бытовые вот реалии не пытаясь даже их приукрашивать в отличие от многих кто то есть он возможно в каком-то смысле как иржезников в который которые такие довольно бедные бедные натюрморты ну вот он значит заканчивает ход и масс 30-м где-то в середине 30-х начинает работать в мастерской агансона вот этот путь его уже приводит дальше в студию которую я упомянула и которой он руководил вот довольно такой у него есть корпус большой военных вещей но и они надо сказать необычные если сравнить с другими художниками которые как-то тему войны освещали это либо очень такие ну небольшие жанровые сценки либо натюрморты вот что там будет сейчас один натюрморт вот может быть это поздняя вещь не помню вот этот конечно замечательный пейзаж такой несмотря на то что он у этих мастеров не учился все-таки тут есть какое-то влияние древеный удальцовый в том как он вообще с живописной поверхностью обращается как он строит форму как он использует обратную сторону кисти процарапывая холст в тех местах где нужно его высветлить вот и вообще вот такое такая манера которой нет у других участников работать таким сплошным красочным тестом может быть мастихином но сюжеты остаются все те же самые очень камерные такие вроде неприметные пейзажи или портреты близких ограничивая сознательно свою задачу он стремится найти какое-то живописное качество внутри нее это вот как раз вещь сороковых годов твой портрет да это такая вот ироничная и в то же время какая-то такая печальная работа с голубем с Ерошиным там до того был тоже натюрморт с птицей который как бы отсылал вот с композициям сбитой дичью голландским а здесь какая-то такая вот промежуточная вещь даже зловещая слегка вот это вот интересные портреты которые были сделаны тоже в таких колхозных командировках не все художники шли по этому пути похожий немножко выход для себя нашел например Давид Загозкин художник из группы круг который оставил довольно много красивых графических таких вот тоже портретов и он рисует детей и девочек то есть такую берет маргинальную группу внутри этой всей темы колхозного строительства на ней останавливает свое внимание это натюрморт с картошкой это как раз картошка лопата видите темно не знаю видно вот это как раз военный натюрморт тридцатых годов ну тоже вот эти две работы это тридцатые а это уже сороковые две попытки наверное создать такой какой-то героический образ своего времени эта вещь может быть ну мальчик с птицей с голубем она напоминает как-то вот эти вещи от Ливанкина с пионерами которые ну как будто освещенное лицо такие взгляд скорее уверенный чем вопросительный скорее скорее направленный на зрителя чем внутрь себя если сравнить с другими его вещами немножко необычная вещь ну и светлый такой светленый фон а вот это да мать ну как бы вот такой поиск этого героического образа но он все равно оказывается индивидуальным все равно он оказывается каким-то не совсем парадным понимаете вот и интересно их сравнить так вот он и не создал того что от него время требовало ну как и Зевин был на самом деле довольно глубоким портретистом и вот Абрам Писахович от которого к сожалению вещей не очень много осталось вот он приехал в Москву из Вятки тоже учился в Абхутемасе там примерно до 21 по 28 год и дипломная вещь его вот здесь вот крупные почему-то слайды там мелкие непонятно она была сделана под руководством Белый Витц сейчас покажу ее она должна там быть это поздняя работа вот но показываю я ее потому что он наверное меньше всех изменился что ли на протяжении своего вот этого художественного пути тоже прожил довольно долго вот как и Лев Аронов там Лев Аронов он в принципе конечно всегда себе те же самые задачи ставил но просто у него немножко меняется живописный язык а здесь удивительный конечно пример вот это его диплом демонстрации называется и вот ну и потом он значит вступил сразу в Ахр довольно быстро и так как-то себя обезопасил и был в сороковых годах главным художником Перми то есть он тоже вроде ну как и Добросердов какую-то такую себе официальную позицию добыл но к сожалению по семейным обстоятельствам потому что в войну у него погибла жена он не смог все время уделить живописи и тоже вот как-то вынужденно а может быть и нет трудно сказать остался на таких же позициях человека который вот продолжает работать и делает это добросовестно как и все они но не стремится занимать какие-то крупные посты вот тоже никакого никакого издания не было достоин кроме учебника по рисунку где были его вещи воспроизведены но как-то его наследие совсем не освещено может быть отношение к этим художникам оно складывается пока что из представления о том что такое история советского искусства и что должно быть в первую очередь в нашем фокусе что во вторую но мне кажется что его можно изменить если более подробно обратиться к той среде которую они вокруг себя создавали это вот внимание оно в каком-то смысле есть внутри сознания наверное общественного когда мы говорим о ленинградской школе потому что ленинградская школа представляла собой феномен такого постоянного постоянного сообщения такой очень живой существующей среды художники ходили друг к другу в гости они работали дома друг у друга они постоянно писали друг у друга виды из окна там обменивались разными находками вот и конечно ленинградская среда тоже включала в себя довольно заметную еврейскую диаспору вот такие художники как Александр Русаков или Яков Шур скульпторы Борис Коплянский Абрам Малахин Давид Загозкин которого я уже упоминала но тоже к сожалению рано погиб вот и ну это тоже было конечно одно из одним из факторов собирающих людей вместе вот но как-то вот московский вот этот круг он никакого освещения особенно не получил а между тем для понимания художественной жизни Москвы это было бы очень важно потому что здесь происходила гораздо более жестокая ротация и более жестокое давление чем в Петербурге если сейчас оставить за скобками блокаду которая тоже уничтожила массу имен людей вот и все-таки осознание того что на самом деле процессы внутри художественной жизни они были близкими в 30-х 40-х годах оно как-то заставляет пересмотреть представление об этом десятилетии как о таком беспросветном после яркой эпохи авангарда и просто взглянуть на него другими глазами более внимательно спасибо да-да фамилии а давайте может быть микрофон лучше а микрофон вы упомянули фамилию последнего из пяти один раз я прослушал да ну я еще раз да понятно абрам пейсахович вот михаил добросердов лев зевин лев аронов и арон ржезников спасибо а вы не скажете да до войны или после войны ну вот да повезло ну вот лев аронов вот достоился критических статей в свой адрес но и так это в общем семья вспоминает как довольно значимый факт который на него сильно повлиял но никто из них не был арестован и не сидел но они возможно как бы сознательно выбрали для себя такую стратегию они прошли по краю как бы вот этой вот большой картины именно стараясь не претендовать на крупные задачи но интересно что это было сделано не с целью избежать репрессии а просто как самостоятельная вот такая вот потому что группе 13 им пришлось свою задачу изменить для того чтобы выжить из них тоже ну практически из идеологов группы никто не сидел и не был расстрелян хотя участники такие расстрелянные были древины семашкевич и сидел юстицкий саратовский участник но вот именно именно центр организационный они не пострадали они просто ну их мало там печатали некоторых ну вот как бы поправить свои задачи уйдя в иллюстрацию им пришлось а этим художникам нет они вот так и смогли продолжить свой эксперимент скажите пожалуйста а какие-то еще группы художников пусть формальные неформальные существовали давайте будем забираться в ангар с 30-го по 50-й с 30-го по 50-й ну конечно было множество групп например была в каком-то смысле там группа вокруг Сергея Романовича в Москве но это ну если говорить о Москве ну там ну не знаю были ну там на самом деле ну как люди оставались вокруг тех кто там допустим у них преподавал как вокруг Фалька ну это первое что приходит в голову естественно вот ну и как бы и Фальк и Фаворский они оказывались такими ну довольно заметными они были руководителями каких-то групп ну так нельзя сказать они просто были заметными фигурами харизматичными то есть как бы сказать что понимаете это же ну вот была группа вокруг Веры Ермолаевой вот ее за это расстреляли понимаете в Ленинграде это было вот закрыли институт художественной культуры до войны до войны до войны да закрыли институт художественной культуры и как бы она продолжила дома у себя занятия это как бы был действительно круг группа вот такая деятельность она уже ну в этот момент считалась политической поэтому в Москве подобные объединения они аккуратно очень существовали без ну то есть максимально незаметно как художественные занятия например ну там Фальк вот преподавал дома частные уроки давал вот и там действительно вот бывшие участники группы пяти они в своей преподавательской деятельности тоже старались какие-то такие вот ну задачи озвучивать например искать собственные не пытаться подражать не пытаться копировать это во воспоминаниях многих очень звучит вот но это нельзя назвать каким-то идеологическим кружком прямо а так конечно конечно такие неформальные объединения всегда были это же художественная жизнь они в любом случае будут да где увидеть можно картины ну вот вы можете зайти на сайт вот ну в смысле вы имеете ввиду в государственных музеях вот вот ну вот повезло была выставка Зевина несколько лет назад в Москве вот ну даже не знаю надеюсь что будут и еще выставки но Зевина насколько я знаю в постоянной экспозиции третяковки нет может быть нету есть а какая вещь одна графика а ну да 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 вот это да 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 но живописи нет вот она конечно там должна быть а где она живописи в запасниках лежит у нас вообще искусство этого периода много в запасниках лежит по хорошему надо бы сделать отдельный музей но это такой вопрос знаете вот но я думаю что это дело там ближайшего десятилетия я уверена что найдется исследователь который серьезно подойдет к вопросу сделать монографию например о них тем более что уже есть потребность и чувствуется что ну все говорят такая необходимость она все время пишут какие-то статьи вот но пока что ну в некоторых региональных музеях там есть вещи но тоже не так чтобы представительно спасибо спасибо Спасибо.